Всем ребят, привет! Мы находимся в районе Саньялос в Майами. В общем, у нашей красавицы сегодня день рождения. И мы решили начать этот день с поедания шаурмы. Да, мы еще ни разу ее здесь не ели, поэтому будем пробовать. Да. Заведение называется Мангал. Мы его, кстати, прошли уже, пока снимаем. Да. Вот район Саньялос, здесь очень много русских. Идем пробовать шауху, а потом едем кататься на кораблике. Посмотрим на Майами с океана. Так, мы выбираем, какую будем. Я сейчас поснимаю вам цены. Вот. Шаурма. 14 долларов здесь вкусно. Ну что ты, в ожидании? Да, мы заказали куриную шаурму. Две? Две куриных шаурмы. Вот такой вот цены. Я гранатовую взяла. Виталик взял апельсиновый. Это апельсин или что это? Ну да. В общем, два сока взяли и две шаурмы. Сейчас нам принесут, ребят. Сделаем вам распаковочку и поделимся впечатлением. Мы давно не кушали уже. Ладно, у нас смысл. Более крепкие напитки будут вечером. Что тебе, все выливать? Да. Ну ты, если будешь пробовать. Ну вообще не надо зубами. Иначе нам придется еще потом губики сделать. Ну она придется попросить, надо нож. Короче, ладно, все. Ты без сока сегодня. Мы пришли на открытие, они еще не открылись. Я сама открылась. А, Настя открыла. Настя уехала. А время, ребят, 9 минут 12. В общем, в 11 часов получается они открываются. Мы еще, в общем-то, вовремя и приехали. Значит, в планах у нас... Сейчас мы кушаем шавуху и отправляемся в Wayfront Park, где колесо обозрения. Я в прошлых выпусках вам показывал. А там отправляются кораблики. В общем, поедем кататься. Будем кататься 90 минут, ну и сколько? Полтора часа. Полтора часа. Покатаемся, посмотрим с воды на Майами. Да. На Даунтаун. Ну и вам покажем, в общем, поснимаем. Я думаю, будет прикольно. Так что смотрите дальше, не переключайтесь, ребят. Приятного просмотра. Ну давай пока ждем шавуху за твой день рождения. Давай. В общем, люблю тебя, чтобы все мечты осуществлялись. Ну и все будет хорошо. Спасибо, Лын. Давай. Гранатный сок мне больше понравился. А мне нет. Он слишком приторный. Ты кислый, да, Тима? Да. Подстрижься бы уже мне, да? Тебе, да, пора уже подстрижься. Но то я перед поездкой подстригусь. Еще дней 10 где-то я отдыхаю. Да. И стартую. И потом поедешь. Едем работать. Настя будет в Майами меня ждать. Да, кое-какое время. Ну месяц где-то. Да. Через месяц я приеду, Настю заберу, заберем вещи и поедем вместе. Как в добрые старые времена. Да. В общем, сейчас морально пока что, ребят, собираемся духом, подготавливаемся. Ну, в общем, нормально все будет. Главное верить. И не падать духом. Так, ну все, приятного нам аппетита. Будем пробовать. Что, с перчика начну. Острый? Он маринованный и острый прям. На самом деле, так как мы были голодные и с утра ничего не ели, мне кажется, нам любая шаурма бы сейчас понравилась. Да, было вкусно, но до нашей шаурмы, к которой мы привыкли в России, здесь очень далеко. А начинку так и вообще пожалели. Но после того, как мы увидели сумму в чеке, то сделали для себя вывод, что цена за 2 шаурмы и 2 сока, по нашему мнению, сильно завышена. Друзья, в общем, вот какую мы сумму заплатили. За 2 шаурмы получилось 36 долларов, за 2 сока 9 долларов, а сервис это еще плюс 18 процентов, и налоги 3 доллара вышли. И общая сумма вот на 56 долларов 25 центов. Так, ребят, мы на подъезде. Здесь направо. Вон оно, колесо обозрения. Мы сейчас туда пойдем к корабликам. А здесь парковочка. Тут таксистов много стоит. Вот она, парковка. Сейчас мы тут будем ставить машину. Парковка, правда, не дешевая. Час 10 долларов, 2 часа 20 долларов. Ну и вот так вот. Походу, долларов 30, наверное, нам придется отдать, как минимум. А, 2-4 часа 20 долларов. А, 2-4 часа 20 долларов, отлично. А, ну сегодня, видишь, можно брать на час на 7 долларов, а выходные, фиксированная цена 20 долларов. А, все, я понял. Ну и все, по нему потом будем оплачивать по этому тикету. Держи. Мы поставили машину на парковке и направляемся в сторону пристани, где стоят все лодочки. Я думаю, что за 2 часа мы управимся. Идем сейчас билеты покупать. 70 долларов, ребят, заплатили за 2 билета. Идем сейчас на корабль. И, возможно, мы даже сейчас прямо и отправимся. Ну да. Кстати, покупать билеты онлайн дешевле. Так вы заплатите не 35 долларов за человека, а 28. Но мы решили оплатить их уже по факту, так как из-за большого трафика могли опоздать. Так, ну вот, собственно, наш корабль. Слушай, ну тут кондиционер работает хорошо, прохладно. Такой вот вид, ребят. Затонированные окна. Сейчас идем на второй этаж. Я думаю, там будет пожарче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала мы сели в задней части корабля на втором этаже. Но после свинства некоторых личностей, сидящих рядом, и испортивших нам настроение, которые ставили ноги на лавочке, некультурно себя вели, орали, а потом еще и кидали в воду бумажки от съеденных конфет и чипсов, мы перешли вниз. Там практически не было людей, хоть и летающие фантики продолжали падать на палубу и в воду. Конечно, не находится подходящих слов для возмущения. Но мы решили все же абстрагироваться и продолжали любоваться красивыми видами. А также домами знаменитостей, таких как Энрике Иглесиас, Шакира, Дженнифер Лопес и многих других. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сейчас, друзья, плывем в сторону даунтауна, проплываем в порт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После прогулки нам выдали скидочные купоны, которыми можно было воспользоваться в баре на берегу. Мы его обменяли на мохито, заплатив 15 долларов за стандартный объем. По купону нам налили самый большой стакан. Мохито нам очень понравился, а в такую жару это был, наверное, самый подходящий напиток. В следующий раз, ребят, мы будем кататься вот на какой-то из этих лодочек, возможно, на зеленой. Они, в общем-то, скоростные. С ветерком покатаемся. С ветерком там можно надевать эти жилеты. Особенность этой лодочки 45 долларов с человека, но это уже в следующий раз. Здесь, я думаю, будет намного повеселее. Возьму с собой только GoPro, чтобы не переживать за камеру. А все вещи оставим на берегу. В итоге по времени вся наша прогулка заняла 3,5 часа. И за парковку мы заплатили 20 долларов. А под конец дня мы решили прогуляться по вечерней набережной. И попали на небольшой концерт. А после концерта встретили своих подписчиков. Да, да. А это его жена. Да ты что, представляешь? Я говорю, ой, 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 что? Идем по набережной, люди нас угадали. Молодцы, молодцы, ребята. Спасибо. У вас будет все хорошо в Америке. Спасибо. Ну, давайте сфоткаем сюда. В общем, ребят, мы идем. Мужичок такой засмотрелся. Я сначала не пойму. Иду тоже на него, смотрю. Он, стой, стой. Потом жена его подбегает. В общем, с ним он обниматься. Говорит, я на вас подписан, смотрю вас. Ну, в общем, приятно, что к нам подходят, угадывают. Конечно, непривычно, да, когда вас узнают еще. В общем, спасибо, что подходите. Вам огромный привет передаем. Скоро на трак. Пока что гуляем, отдыхаем по Майами. Район Голливуд. Сегодня мы едем на виллу Виская в Майами. От нашего дома до виллы Виская ехать 31 минута. Хотя до этого я смотрел, вообще 45 показов на минуту. Вроде бы сюда. Ну, где-то, наверное, платить мы будем. Прикольный такой въезд. Старинный. Сейчас мы сюда приехали, будем здесь ставить машину и пойдем уже отсюда пешком. Ребят, здесь по территории, просто вот по парковке гуляют павлины. Их здесь очень много. Да, сейчас мы вам покажем. Нифига, сейчас покажем вам. Смотри, как он бегает. Слушай, как он близко к нам подошел. Не бойся, не бойся. Красавица. Красавица. Настя, не бойся. Она меня сейчас укусит. Не, не, я не думал. Я не думал. Где ты, наверное, боялась? Настя, ты представляешь, как близко к нам подошла? Берочка, вроде бы. За мной. Блин, вообще шикарный. Слушай, он какой красавец. Какой красивый. Да. Настя, можно перо дернуть. Не, не надо. Но она меня, мне кажется... Да не, не буду. Она красивая очень. Они сами должны их спрятать. Так, ну что, мы до вилы виска, и так и не дойдем. Может, мы еще кого-нибудь сейчас встретим. Тут уже вся красота началась с парковки. Это время, чтобы вы понимали, 11.57. Комμεkte. Играет музыка. В общем, 50 долларов сейчас оплачиваем за двоих. Можно отсканировать QR-код. И вся карта, получается, музея будет в телефоне, чтобы видеть, где мы находимся. А, ну и вот, видишь, тут на разных языках English. Ну, соответственно, нам что, на французском? В общем, на английском хотя бы отсканируешь. Можно сканировать и слушать, наверное, историю. Аудиогид. Но нам не надо. Ну, все равно ничего не поймем. На русском тут информации нет. Ну, Настя отсканировала, чтобы визуально хотя бы понимать, где мы находимся. И он что, в режиме реального времени будет или просто карта? Нет, просто карта. Я думала... А, ну там просто карта. Я думала, будет показывать, где мы находимся. Можно, по сути, было сфотографировать то, что там изображено. Все, мы направляемся в виллу. Квадрокоптер я с собой не брал. Мы вернемся на парковку уже. И я оттуда запущу дрон, потому что я не уверен, что здесь это разрешат сделать. Скорее всего, даже не разрешат. Получилось почему-то не 50, а 75. Она посчитала 3 и сказала 2. Но это только нам везет. В общем, с нас сняли, ребят, 75 долларов за 3. Хотя мы при вас вот говорили 2. Нужно проверять. На, сейчас идем обратно к ней. Поэтому всегда перепроверяйте, что с вас снимают. Доверять нельзя, как говорится, никому. В общем, да, надо смотреть всегда чеки. А вот значок, что дрон нельзя, поэтому... Правильно, что дрон я ставил на парковке. Получается, там касса. И вот вы идете в сторону самой виллы. Все, сейчас вам там поснимаем, постараемся максимально. Пофотографируемся. На территории, ребят, есть указатели, поэтому вы здесь точно не заблудитесь. И вот видите, указатель на правое, туалет. И мы очень надеемся, что он бесплатный. Мы прям очень надеемся. Да? То есть, если он не будет бесплатный, мы сейчас билеты вернем. Не, если он не бесплатный, мы будем тогда до дома терпеть. Туалет, друзья, на территории виллы Виская входит в стоимость. И, к нашему счастью, бесплатный. Однозначно, вилла Виская – это один из самых популярных музеев в Майами. Представляет из себя не только музей искусства, это еще и музей архитектуры, а также ландшафтного дизайна. И сегодня наша с вами экскурсия начнется именно с сада. А потом уже доберемся и до самой виллы. Главное здание комплекса было возведено в начале 20 века в стиле венецианских дворцов, времен Ренессанса. Дворец же окружают известные на весь мир сады Виская, создание которых заняло едва ли не большее время, чем постройка главного здания. В 1914 году крупный американский бизнесмен, сколотивший свое состояние в сельскохозяйственной сфере, решил построить свою зимнюю резиденцию во Флориде. Изначально проект подразумевался несколько более скромным, но приглашенные заказчиком специалисты, американский архитектор Хоффман и Челфин, убедили Деринга, что участок позволяет развернуться. Вы только представьте, при создании комплекса вилла Виская и окружающего виллу Сада, в работах было задействовано около 10% жителей Майами. Ландшафтным оформлением занимался известный ландшафтный проектировщик Суарес из Колумбии, прибывший в Майами и проживший здесь все время, которое потребовалось от него на создание сада. Суарес изначально, еще до строительства основного здания дворца, давал рекомендации, каким образом разместить здание на участке, чтобы не нарушать, а напротив, подчеркнуть красоту здешних мест. Сады виллы Виская выполнены по всем канонам венецианских садов средних веков. Они украшены многочисленными фонтанами, каменными скульптурами, водопадами и лестничными маршами. Здесь произрастает великое множество растений самых уникальных видов, которые трудно встретить где-либо еще в пределах Флориды. По окончании строительства Джеймс Дерринг был впечатлен результатом, который превзошел все его самые смелые ожидания. Однако прожить в ней он смог лишь 5 последующих лет. Представляешь, сколько здесь бетона заливалось? Ребята, представляете, сколько здесь бетона заливали? Вот это вот, чтобы все построить. Я сначала подумал, что это могилы вообще, памятники. Но нет. Прикольно, прикольно. Но территория очень большая здесь. Мне очень интересно, сколько человек живет. Это углавление дальше. Представляешь, что такая огромная... Помимо семьи, там столько прислуг. Корни какие-то интересные. Но это пальмы, да? Да. А почему они такие? Знаю. Как будто знаешь, что раньше была вода. Первый раз я вообще вижу такие пальмы. Может, реально раньше тут вода была? Хотя, не, Настя. Это вообще не пальма. Ну, ветки как у пальма. А посмотри, оно как дерево. Не, это такая пальма, наверное. Разновидность такая. Пальма. Так, ну а здесь канал какой-то течет. Все, по сути. Воняет тиной здесь очень. Так, ребят, дошли до столба. Заряжаемся энергией. Он, кстати, холодный прям. Ну, на самом деле, да. В тенечке сейчас гуляем. Такой кайф. Вот, смотрите. Столб. И светит солнце. В тенечке гуляет. Но он как будто мраморный. Да. Чтобы вы понимали, здесь такой вот столб, возможно, мраморный. Ну, скорее всего, мрамор, Настя. Вот. И он стоит такой посередине сада чистого такого. Посередине кустиков. И все к нему подходят. Может, это алтарь, Настя, какой-нибудь? Друзья, посмотрите, кактус какой красивый. Цветет. Ну, если это кактус. Не знаю. По идее, по идее, с колючками это кактус. Ребята, вот смотрите, какие беседочки классные. Здесь, получается, плетется растение. Представляешь, его подстригают, видишь. Вот раньше сидели вот. Хотя нет, его даже не подстригают. Оно так вот просто плетется. И здесь скамейки, ребят. Вот раньше тут сидели, отдыхали, полкали. Ну, вообще, прикольно, да? Задумка. Да. Все из бетона. И вот там симметрично еще одна. После смерти хозяина с 1925 года вилла Виская перешла во владение его племянников. Через некоторое время часть земли была передана во владение католическому приходу для последующего устройства на этой территории медицинского учреждения. В начале 50-х годов вилла Виская была продана наследниками Джеймса Деринга в пользу города Майами за минимальную стоимость. При этом мебель и картины были подарены городу. Все это было сделано с одним единственным условием, что комплекс будет иметь статус национальной галереи искусств. С этого времени сам дворец и окружающие его сады были открыты для публики и стали одной из главных достопримечательностей Майами. А в 1994 году архитектурный комплекс вилла Виская был внесен в список достопримечательностей национального значения. Архитекторы взяли за основу итальянские дворцы 16 века. Все детали, как экстерьера, так и интерьера выполнены в стилистике той эпохи, включая колоннады, отделку и даже мебель и другие предметы интерьера. Вилла Виская стала местом исторической встречи. Именно здесь 40-й американский президент Рональд Рейган в 1987 году принимал папу римского Иоанна Павла II во время первого единственного визита понтифика в Майами. Особого внимания заслуживает убранство комнат виллы, кровати с балдахинами, шикарные кресла, музыкальные инструменты. Это настоящая роскошь времен Ренессансной Италии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот эта дверь, интересно, закрыта, но сюда не зайти. Исполнение само, да, какое классное, красивое? красивая но вот это я не знаю видишь там еще тут короче не везде можно еще зайти ребят сейчас я вам лифт покажу лифт здесь тоже красиво очень представляете в то время какой лифт был прикольно фондю любит тебя даже сейчас удивляешься как люди раньше жили красиво богато такие владения у них такой сад ну тут сюда из из мрамора стены каменные толстые в общем супер мы нисколько не пожалели что сюда пришли и хорошо что мы сначала прогулялись по саду а потом ребят сюда зашли потому что ну все тут уже ноги отваливаются и потом не захочешь в сад да вот пишите в комментарии как вам вилла виская и мы если честно не собирались снимать про это вообще видео на самом деле я уже ловлю себя на мысли что я не хочу ничего снимать больше но все равно как бы да останется на память просто мы везде где не что только не посещаем везде все снимаем на это уходит время тратятся силы в общем хотя бы лайк поставьте а а а а а а ребят я хочу сказать вам спасибо большое что досмотрели это видео до конца я очень надеюсь что оно вам понравилось подписывайтесь на канал если еще не подписаны подержите видео лайком напишите любой комментарий и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски все ссылочки на наши социальные сети как всегда будут в описании к этому видео до скорой встречи в новом выпуске всем пока скоро увидимся и вот и 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